Продолжение следует... ...состоянство любви и нелицемерной преданности во всем Священном Писании, в Ветхом Завете и Новом, наверное, нет более яркого такого примера, чем пример Святой Равнопостольной Марии Магдалины. Память, которую мы сегодня молитвенно отмечаем, и многие из наших дам отмечают свой День Ангела. Я вас с этим поздравляю. Ваши родители дали вам прекрасное имя, прекрасной Святой Равнопостольной Марии Магдалины. Вот представьте себе, дорогие братья и сестры, те дни, последние дни, часы земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Шла против Него страшная интрига. Хотели Его первосвященники и духовенство Иерусалимского храма умертвить. Они Ему завидовали, они Ему не верили, они считали, что Он служит не Богу, а Сатане, и хотели избавиться от Него. Мы все эти, всех этих интригах мы читаем в Евангелии, во всех четырех Евангелиях. И особенно на Страстной Седмице, когда мы слышим все двенадцать Страстных Евангелий, рассказывающих об этих событиях. Все апостолы убежали, когда схватили Спасителя и Его арестовали. Они испугались, несмотря на то, что они три с половиной года участвовали в общественном служении Господа нашего Иисуса Христа. Несмотря на то, что они видели, какие Он творит чудеса, воскрешает мертвых. Как слышали сегодня, восстал расслабленный, парализованный человек, благодаря тому, что Господь сказал лишь одно слово. Потому что Господь Иисус Христос, Он владыка над смертью и жизнью. Но самое главное, в течение трех с половиной лет апостолы слышали Его Божественное Слово, Его Откровение, новые истины, которые касаются нашей жизни временной и жизни вечной. И, несмотря на это, они покинули Спасителя, самый критический момент Его земной жизни. Конечно, мы видим, что после воскресения Христова Он и снова их собрал, простил и сообщил им новые благодатные силы, которые позволили им не только распространить Евангелие по всему миру, но и не бояться этого дела, как они боялись на Страстной Седмице. Когда Господь воскрес, и апостолы видели Его воскрешен, уже ничто не могло их остановить в их благом деле проповеди Евангелия. Да, любовь к Спасителю и ближнему Своему – это самое главное, что есть в жизни. Господь сказал, что есть первая и главнейшая заповедь возлюби Господа Бога Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоей, всем помышлением Твоим и ближнего Своего, как самого себя. И вот этим, дорогие братья и сестры, святая равнопостная Мария Магдалина отличалась. Она так полюбила Господа, так была преданной Ему, что она не убежала, как прочие апостолы. Она оставалась верной Ему до самого победного конца. И была у креста вместе с апостолом Иоанном, который не побоялся, и, конечно, Пресвятой Богородицы, которые стояли и скорбели у креста. Но и надеялись, что придет день, когда Он воскреснет из мертвых. Вот, что значит любовь, дорогие братья и сестры. Как мало этой любви в нашем современном мире. Я не только говорю в геополитическом отношении, там война идет между Россией и Украиной. Это страшная трагедия. Потому что, по сути, мы один народ. И как можно, чтобы славяне, южные славяне так враждовали? А на Святой Земле, смотрите, что делается, дорогие братья и сестры. Святая Земля. Каждая пять земли святая. Люди, паломники благочестивые, собирают эту землицу, привозят себя домой. А что делают жители этой земли? Воюют, убивают друг друга, уничтожают святыни. Но этот список можно было бы продолжить без конца. Любви не хватает. А в семейных наших отношениях страшно подумать, что в Америке больше половины браков кончаются разводами. Потому что нет любви настоящей, христианской, между мужем и женой. И в результате отсутствия этой любви, этих разводов, растут дети. Не совсем полноценные. Потому что они выросли то ли без отца, то ли без матери. Или были свидетелями этих бесконечных ссор между мужем и женой. Разве можно так жить, дорогие братья и сестры? Господь нас призывает к любви. Он говорит, подражайте примеру Марии Магдалины. А что такое любовь? Да вроде мы как бы все знаем, да? Но в наше время даже задают вопрос, что такое женщина. Самые элементарные предметы мы задаемся вопросами. Неужели мы не знаем, что такое женщина? Неужели мы не знаем, что такое любовь? Но насчет женщины, я думаю, все мы знаем, что такое женщина. А насчет любви это действительно вопрос. Потому что мы, когда включаем приемник, мы слышим много современных песен и более старых о любви. Но о какой любви идет речь в этих песнях, дорогие братья и сестры? Конечно, не о христианской любви, а о любви плотской. Все сводится к нашему обществу, когда мы говорим о любви. Это все сводится к сексу. Потому что есть такое выражение, как это, ну по-английски, to make love. Делать любовь, участвовать в любовном, интимном акте. Но никто не думает о духовной любви. Они даже не могут ответить на то, что такое любовь духовная, евангельская, божественная. И на этот вопрос великий апостол Павел дает ответ в первом послании Коринфянам, в 13 главе. Я прочту. Апостол Павел говорит, что если человек любви не имеет, он ничто. Павел сжато перечисляет живые признаки христианской любви. Он пишет, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, любовь не ищет ничего для себя, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сурадуется истине. И, наконец, Павел говорит, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Дорогие братья и сестры, если мы по отношению к нашим ближним не милосердствуем, не терпим их, не завидуем их успехам и так далее, и так далее. Вот если это есть, значит, у нас нет настоящей любви. Хорошо было бы нам всем эти слова выписать, выучить наизусть и стремиться их осуществить в нашей жизни. Пока не поздно. Чтобы любить такой христианской любовью, дорогие братья и сестры, нужно не умом только, а сердцем понять и принять, что любовь нам нужнее всего, что любовь – высшая христианская добродетель, и что любовь – это вся наша жизнь. Один из характеристик самого Бога, Бог апостола Иоанн говорит, что Бог есть любовь. И если у нас будет вот эта христианская любовь, о которой я сейчас перечислил по словам апостола Павла, вот тогда мы можем воссоединиться в жизни вечной совершенной любовью Господа нашего Иисуса Христа. И может быть, мы если это исподобимся, может быть, в жизни вечной мы увидим саму Марию Магдалину Аминь. Благословение Господне на вас, того благодати и человека любви. Всегда по Марию Магдан М Centап Могдан Могдан М ход Магдан Мед Магдан Мастер Магдан М пам founded Маг what по